Музыкальный вечер, посвященный юбилею Николая Римского-Корсакова, прошел в первой детской музыкальной школе. В марте исполнится 180 лет со дня рождения русского композитора. Звучат итальянское капричо, полет шмеля, овертюра к опере «Царская невеста», шахерозада и фрагменты из других произведений. Программу вечера сделали максимально разнообразной. В зале ребята, педагоги, музыкальной школы также приглашены все желающие. Поэтому наш сегодняшний вечер ставит такую задачу – вызвать интерес, вызвать желание изучать этого композитора. Более того, не все произведения можем изучить в рамках программы, поэтому хотелось бы на вечере представить эту музыку, которая находится за рамками программы, но которая тоже исполняется по всему миру. По мнению педагогов, необходимо приобщать к музыке русских классиков с самого детства. Произведения Римского-Корсакова ребята изучают буквально с первого класса и практически все годы до выпускного экзамена. Я пошла в музыкальную школу, потому что я услышала, как красиво играет Николай Андреевич Римский-Корсаков. И как раз таки сегодня идет вечер и нам рассказывает о Николае Римскому-Корсаку. Мы сегодня прослушали его произведения и возможно, что я буду тоже играть их, с моей учительницей. Сегодня я побывал на лекции о Римском-Корсаке, великом ведущемся композиторе. Такие вечера полезны тем, что узнают много о композиторах, ведущихся, чтобы стараться достигать таких же уровней, стремиться. Ну, я сам играл в произведения Римского-Корсакова. Очень хорошее произведение. Педагог, музыкальный критик, общественный деятель. Русский композитор Римский-Корсаков оставил после себя богатое музыкальное наследие, которое знает и любит весь мир. Такие тематические вечера проходят в школе регулярно и носят обучающий характер. ПЕСНЯ